Всем привет на канале Александр Эмбрес Сегодня к нам в гости попал Типа 2.26 Бош Типа Который на режиме сверления и сверления с ударом Под нагрузкой Останавливается и начинает трещать Гад Вот Поэтому давайте разбирать и смотреть в чем прикол Как всегда первым делом лезем к щеткам Для того чтобы кнопка нам не мешала при разборке Сниму сетевой провод и уберу кнопку Владельцы перфоратора одну клеммку уже припаяли Поэтому отсоединим от статора Все Кнопка нам мешать не будет Теперь берем плоскую отверточку И вот так вот снимаем пружинку со щетки Затем за проводок аккуратненько приподнимаем щетку вверх над коллектором То же самое делаем со второй После этих несложных манипуляций можно снимать щеткой дрожателя Делается это просто Ставим щеткой держатель в центральное положение И тянем Все Сразу при разборке кстати обнаружил небольшой косячок Здесь вот у нас контактная пластина немножко насквозь прогорела Ее как бы желательно заменить И один из контактов на щеткой держателя себя чувствует не сильно хорошо Его надо почистить То есть вот это вот нормальный Вот это которому поплохело малеха После того как щетки подняты над коллектором Можно откручивать корпус механики от корпуса электрики Сразу сниму патрон, чтобы он мне не мешал И приступаю Раскрутили и скрываем Якорь держится в корпусе механики За счет пластины и вот таких вот двух болтов Поэтому давайте откручивать болтики И доставать якорь После этого можно снимать переключатель режимов Понимается он довольно таки просто Более подробное видео по поводу того Как снять и поставить переключатель режимов Отдельное видео по этой теме У меня на канале уже есть Поэтому если кому-то вдруг стало непонятно Как я его снял И как я потом буду одевать То поищите на канале И вообще кому не лень Киньте ссылку где-нибудь в комментариях Ладно, давайте разбирать дальше Для того чтобы из корпуса механики достать все В том числе и расстрою втулку Нам необходимо снять вот этот кожух Который мы нажимаем для того чтобы снять патрон Значит он держится у нас на растровой За счет стопорного колечка Это стопорное кольцо нам необходимо снять Для этого достаточно иметь обычную плоскую отвертку Вот оно стопорное кольцо И вот в этом пазу оно стоит После того как мы сняли кожух Можем доставать всю механику Вот так Причину нашей поломки долго искать не пришлось Обратите внимание на люфт вала переключения В игольчатом подшипнике Ну как бы такого быть не должно То бишь что происходило Вот наш вал переключения Вот наша растровая Под нагрузкой вал отклонялся от растровой довольно сильно И вот здесь вот в этом узле начиналось прощелкивание Как я догадался Да банально заметил выработку Сейчас вам я покажу Для того чтобы удобнее было смотреть Сразу снимем саму скобу переключения Она просто защелкнута на подшипник Чуть-чуть почистим И сейчас глянем крупным планом все это Обратите внимание вот на эту часть шестеренки Здесь явная Причем немаленькая выработка Видимо человек еще и поработать успел на этом перфораторе В таком состоянии Ну то бишь вал этот желательно заменить На второй ответной шестерне Которая стоит на самой растровой Тоже видна выработка Так ладно Хватит отвлекаться и рассматривать эти деталюшки Давайте разберем механику всю полностью И уже после этого будем делать вывод Что конкретно подзамен Берем алюминиевый корпус механики И будем снимать вот эту скобу Которая держит наш пьяный подшипник Ну в принципе и все остальное Для этого нам необходимо иметь Вот такую вот плоскую отверточку Теперь давайте вынимать баек Из гильзы Для этого как всегда понадобится Супер специнструмент Гнутая проволока Так Ну резинка естественно под замену И давайте последнее Достанем из нашей растровой ударный болт И посмотрим в каком он состоянии После того как достанем ударный болт Все чистим И смотрим что под замену Для того чтобы достать ударный болт Из растровой необходимо Не поверите Иметь еще одну плоскую отвертку Выщелкиваем стопорное кольцо Которое стоит внутри растровой Которое держит наш ударный болт Из паза После чего этой же отверткой Проталкиваем наш ударный болт вниз Все растровая у нас пустая Так ну вот мы нашу всю красотищу и вычистили Поэтому давайте смотреть что под замену Меняем контактную пластину Одну ту которая подгорела Резинку на бойке Как всегда Оба подшипника на якоре Вал переключения Подшипник кстати говоря на этом валу В идеальном состоянии его менять мы не будем Помимо этого заменим щеточки Кстати говоря Обратите внимание Какую дичь сюда поставили Это вообще капец Заменим ведомую шестерню с выработкой На вот такую красотищу Которой выработки вообще нет Ну и конечно же Заменим подшипники Нашего вала переключения Кому интересно Размер нижнего 9х13 Размер верхнего 7х11 мм Помимо всего вышеперечисленного Мы естественно заменим смазку Будем закладывать Мягкую Литиевую Хорошую смазочку Вот так Ладно Давайте приступать К замене Вот этой вот шестереночки Для того чтобы снять Эту шестеренку Нам необходимо Снять вот это вот Стопорное кольцо Сняли стопорное колечко Снимаем упорное кольцо И пружину И затем Снимаем нашу шестеренку Почистили всю эту красоту И устанавливаем шестеренку После этого Ставим пружинку Упорное колечко Ну и конечно же Стопорку Теперь нам необходимо Это колечко защелкнуть Делается это Мега просто Берем Старую шестеренку Дохлую Вот так вот ставим На растровую Затем Упираясь шестеренкой В деревяшки Нажимаем Все Стопорка Стоит на месте Так Значит Сейчас будем Собирать Наш ударный Болт Берем все нужные Детали И начинаем Потихоньку Собирать При этом Не забываем Немножечко Все это дело Смазывать Вот наш ударный Болт И собран Помещаем его Внутрь Растровую тулки И защелкиваем Кольцо Которое его Будет там держать Продавливаем Стопорку Настолько глубоко Насколько это Возможно Затем Берем Тонкую Удобную И Вставляем Стопорку С помощью Этой отвертки В паз После установки Убедитесь Что стопорное Кольцо Хорошо Село Для начала Визуально А потом Берем Отвертку Подолбили И если Ничего не слетело Значит Все окей У нас Все окей Поэтому Продолжаем Сборку Дальше Берем Наш пьяный Подшипник Берем Наставочку Берем Пресс Технический И Выдавливаем Игольчатый Подшипник Из пьяного Подшипника Затем Устанавливаем Новый Раз уж Мы все равно Оказались У пресса То давайте Сразу Поменяем Подшипники На якоре Для начала Естественно Мы их Снимем А затем Запрессуем Новые Не забываем Установить Пластину А только Потом Уже Подшипник Осталось Нам заменить Последний Подшипник Который Находится Вот здесь Откручиваем Вот этот Шуруп И достаем Подшипник Достается Игольчатый Подшипник Очень просто Берем Вот такую Хрень С резьбой Немножко Вкручиваем Подшипник И дергаем И вот Подшипник У нас Уже На валу Почистили Берем Новый Подшипник Кидаем Попадаем В отверстие Поправляем Немножечко Отверточкой И Что у нас Под руку Берем Допустим И вот так Впрессовываем Все Он на месте Так Теперь Теперь Чистим Вот эту Пластину И устанавливаем Ее на подшипник Вот Наш новый Подшипник И установлен А я Оказывается Соврал Когда сказал Что последний Подшипник Нам же Еще этот Перепрессовать Надо На вот этот Вал Так Где там Наш Съемник Устанавливайте Подшипник На ту высоту На которой Он находился Потому что Если установить Не так Как надо Могут быть Проблемы С переключением Режимов Так Давайте Сразу Нащелкнем Скобу Переключения И будем Заниматься Сборкой Дальше Берем Пластиковый Упор Ставим На него Пружину Затем Ставим На пружину Шестеренку Затем На шестеренку Ставим Игольчатый Подшипник После этого Шестеренку Вставляем В пьяный Подшипник Вот так Вот такая Красота Так Теперь Возьмемся За гильзу Нам необходимо Поставить Палец И два Кольца Для того Чтобы эти Два Колечка У нас Не убегали Постоянно Куда-то Берем Густую Смазку И накладываем Вот так Вот с двух Сторон После этого Ставим Колечки Примерно Так Сейчас мы Будем Поправлять И устанавливаем Палец После того Как палец Установлен Колечки Разводим Вот так По сторонам И ставим Палец В удобное Для установки Положение Вот примерно Так вот У нас Получается Теперь Берем Корпус Алюминиевый В него Мазюкаем Смазочки Красота После этого Будем Устанавливать Вот эту Всю технику И гильзу Наша задача Попасть Вот этим Пальцем В отверстие Пальца На гильзе На гильзе У меня Язык Заплетаться Сегодня Начинает Вот так После этих Манипуляций Мы можем Устанавливать Скобок Для этого Нам необходимо Утопить Вот эту Всю Технику Внутри Корпуса И поставить Нашу Скобу После этого Берем Обычную Плоскую Отвертку И вот Таким Макаром Защелкиваем Все Пьяные Подшипники Ведомые У нас отсюда Никуда не денутся Теперь Давайте Возьмем Байок Установим На байок Новую Резинку Вот так После этого Можно Устанавливать Байок Внутрь Гильзы Смазываем Гильзу Изнутри Смазываем Байок И Устанавливаем Вот такая Красота У нас Получается Практически Весь Механизм Собран Остается Установить Нашу Растровую Внутри Растровую Смажьте После этих Манипуляций Устанавливаем Вал Переключения Смазываем Малый Игольчатый Подшипник Затем Давайте Досмажем Механику И Наконец-то Ее Соберем До конца Механика Смазана Остается Нам Смазать Игольчатый Подшипник Который Вот здесь Стоит Ну и После того Как мы Его смажем Можно Делать Вот так Чутка Смазки Докинем Туда Куда Сейчас Будем Вставлять Наш Якорек Ну и Конечно же Давайте Его вставим Вставили И Прикручиваем Механику Пока Отложим В сторону И займемся Заменой Контактной Пластины Значит Нам Необходимо Вот с Этой Стороны Вот так Подковырнуть И Все Пластина Вынята Затем Берем Новую Вот такую Красивенькую Пластину И Делаем С точностью Да наоборот Наша Задача Попасть Папкой В мамку И Защелкнуть Вот так Все Пластина Установлена Затем Чистим Вот эти Ответные Контактики Я Лично Тот Который Подгоревший Еще Чуть Чуть Вот Так Подогну Чтобы Он И Второй Тоже Чтобы Они Плотнее Подходили К Пластинам Вот Этим И Чтобы Контакт Был Немного Лучше Затем Давайте Выдернем Старые Плохие Щетки И Почистим Шахты И только После Этого Будем Устанавливать Новые Щетки Берем Отверточку Тряпочку И Начинаем Чистить Если У вас Шахта Загрязнена Всего Лишь Пылью То Чистим Ее Просто Тряпкой Этого Вполне Достаточно Если У вас К примеру Шахту Долбанул Коллектор И там Образовалась Кромка Вот Тогда Применяем Напильник Как ни Странно Шахты У нас Довольно Таки Чистые Оказались Ну Ладно Теперь Устанавливаем Новые Щеточки Щетки Должны Шахте Ходить Очень Просто Вот Так Легонечко Без Сопротивления Тогда Все Будет Хорошо Работать Ну Вот Наш Перфоратор Практически И Собран Наносим Чуть Чуть Лубрикантику На Подшипник Дабы Ничего Не Стало На Перекос Затем Поправляем Резиночку Которая Стоит Внутри Корпуса Электрики Не Забываем Установить Диффузор И Совмещаем Два Корпуса Вот Так После Этого Конечно Скручиваем Теперь Берем Блок Реверса И будем Устанавливать Его В Корпус Значит Наша Задача Хорошенько Прицелиться Вот этими Двумя Пружинками В Два Паза На Корпусе И Защелкнуть Вот Так Теперь Берем Мелкую Плоскую Отвертку И Возвращаем Пружинку На Щетку То же Самое Делаем Со Второй Пружинкой После Этого Заведите Провода Так Чтобы Они Нигде Ни за Что Не Зацепились Вот И Пришло Время Установить Кнопку Берем Соответственно Кнопку И Устанавливаем Ё-моё Установил Кнопку В корпус Ну и Естественно Подключил К статору Здесь У нас Два Контакта Один С этой Стороны Второй С этой После Этих Несложных Манипуляций Можно Прикручивать Провод Убедитесь Что Провода Заведены Нормально Что Нигде Ничего Не Цепляют И Накрываем Верхней Крышкой После Этого Конечно Ж Закручиваем Теперь Давайте Устанавливать Переключатель Режимов Для Начала Убедитесь Что Скоба Переключения Стоит В необходимом Положении Затем Устанавливайте Переключатель Вот так Ну вот и осталось Нам Установить Вот этот Кожух И зафиксировать Его Стопорным Кольцом Ну вот Мы Наши чудо Техники И дособирали Поэтому Давайте Проверять Для начала Режим Удара Работает Сверление Сверление Работает Ну и просто Сверление Работает Ну и так Чисто уже ради прикола Реверс Все работает Ну а я надеюсь Что видео было полезным Поэтому подписываемся На мой канал Делимся этим видео Ну и хватит Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова